Радио Крым Реалий Здравствуй, дорогой Крым! В эфире самая крымская в мире радио Крым Реалий. У микрофона для вас работает Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, в 8,35 и 13,10 по времени полуострова и в 7,35 и 12,10 по времени материковой части Украины, ну и на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926 жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали! Тема дня Форум друзей российского Крыма открылся в Ялте. Что это? Выдающаяся внешнеполитическая победа Кремля или дипломатическая потемкинская деревня? Кто приехал на форум и о чем говорили его участники? И помогут ли подобные мероприятия узаконить крымскую аннексию? Ну и конечно, что должна предпринять Украина в этой ситуации? Об этом мы поговорим в ближайшие 25 минут, но вначале небольшой сюжет от моих коллег. Крым в центре внимания Несмотря на санкции и запреты, иностранные политики продолжают посещать аннексированный Крым. В мае 2015 года на полуостров приезжает Юкио Хатаяма, бывший лидер оппозиционно-демократической партии Японии, который в сентябре 2009-го стал премьер-министром своей страны. Через два месяца его обвинили в коррупции, а еще через полгода из-за скандала он вынужден был уйти с должности. По возвращении из Крыма он дал интервью российскому телеканалу 24. Я увидел, что действительно более 90% крымчан выступили за независимость и присоединение к России. Поэтому я считаю, что японскому правительству необходимо как можно скорее признать, как исторический факт, что Крым является частью России. Хатаяма заявил, что готов остаться жить в Крыму, если у него в Японии возникнут проблемы из-за визита на полуостров, но все же вернулся на родину. Одним из самых громких визитов становится приезд в сентябре 2015-го года бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. В рамках так называемого тура по Крыму Берлускони посещает исторические места, пробует местное вино, а также в интервью российскому РЕН-ТВ обещает найти в Туринском музее данные об итальянцах, которые приняли участие в единственной для них битве во время Крымской войны. Я лично этим займусь. Крымскую войну мы изучаем в школе. Прокуратура Автономной Республики Крым вызвала Берлускони на допрос. Позднее Украинская служба безопасности на три года запретила бывшему итальянскому чиновнику посещать Украину. Очередным громким событием для полуострова стал визит депутата Национального собрания Франции Тьерри Мариани. В эфире первого российского телеканала он заявил, что не прекратит поездки в аннексированный Крым. В прошлом году мы сказали, что вернемся, и мы будем возвращаться каждый год, если это будет необходимо. Пока международное сообщество не поймет, насколько реально положение народа, проживающего в Крыму. Парламент Франции на данный момент – единственный европейский парламент, который проголосовал и в Нижней, и в Верхней Палате за снятие санкций с России. По заявлению вице-президента Парламентской Ассамблеи Европы Георгия Лагвинского, Генпрокуратура Украины открыла уголовное производство против французских депутатов. Уже в сентябре этого года в Крым пожаловал троюродный брат короля Швеции Ян Бернадотт со своей женой Гунилой. Бернадотт собирается открыть на винном заводе Массандра линейку собственного вина. Об этом в интервью первому крымскому сообщила его жена. Я думаю, это потрясающе, что некоторые вина могут пережить людей, пережить крупные события в истории, и все равно они прекрасны на вкус. Это удивительно. Действительно вино – живой организм. Украинский МИД пообещал проверить визит Яна Бернадотта на предмет нарушения границы. За годы аннексии в Крым приезжали региональные депутаты и чиновники из Италии, Германии, Турции, Греции, США и других стран. В большинстве своем – это сторонники пророссийских организаций, маргинальных и ультраправых политических течений. Возвращаемся в студию радио «Крым. Реалий». С нами на связи Андрей Сенченко, председатель общественной организации «Сила права» и бывший вице-премьер-министр Крыма. Андрей Веленович, здравствуйте. Да, доброе утро. Мы тут говорим о создании, вернее, даже не столько о создании, сколько о первом заседании так называемого форума «Друзей Крыма», который учредили пророссийские организации и пророссийские политики из-за рубежа. И в связи с этим у меня к вам будет несколько вопросов. Но первый и, может быть, самый главный. По вашему мнению, этот форум «Друзей Крыма», «Друзей российского статуса Крыма», они представляют собой крупный внешнеполитический успех Кремля? Или это такая потемкинская дипломатическая деревня, которая отводит глаза, но ничего на самом деле не значит? Ну, а как сборище маргиналов может являться крупным дипломатическим успехом? То есть в каждой стране, безусловно, есть моральные уроды, так сказать, и Кремль пытается любой ценой составить коллекцию этих уродов и привезти их на территорию Крыма. Но хочу сказать, что сейчас Европа открыла, скажем, глаза, потому что многие были, ну, скажем, загипнотизированы рассказами «Газпрома», по сути дела, так сказать, ФСБ под видом «Газпрома», о счастливом сосуществовании Российской Федерации, Западной Европы, о дешевом газе, там еще о чем-то. Сейчас наступает расплата за все эти вещи, потому что Кремль, продвигая свой газ, одновременно пытался экспортировать в Европу и по всему миру свои жизненные принципы, которые несовместимы с теми целями, ради которых создавалась там единая Европа и теми принципами, по которым пытается жить цивилизованный мир. И вот сейчас это прозрение наступило, поэтому думаю, что круг друзей «Газпрома» во всех странах, он будет выявлен, четко очерчен, и я полагаю, что будет активно отторгаться здоровой частью общества в каждой нормальной стране. «По заявлению, ну, вернее, по резолюции, которая была принята в первый день работы этого форума, вчера было написано, что его участники будут выступать не только там за развитие международного сотрудничества России и Крыма с остальным миром, но и за отмену антироссийских санкций и ликвидацию экономической и гуманитарной блокады Крымского полуострова». Конец цитаты. Как вы думаете, действительно ли будет шанс у тех политических деятелей из Европы, которые были приглашены, по крайней мере, поставить вопрос отмены антироссийских санкций и отмены антикрымских санкций на повестку дня в своих странах? Или это тоже не более чем слова? Ну, знаете, большинство из этих участников максимум, где могут выступать за отмену российских санкций, это ближайший булочный на углу от своего дома. Хотя, безусловно, часть из тех, кого Кремлю удается втянуть, это представители маргинальных, так сказать, лизерных фракций в органах власти, в парламентах, вот как во французском. Но это люди, которые не то что там не определяют политику, их голос там, по сути дела, так сказать, на уровне комариного писка. Ну, вот вы вспомнили представителя семьи шведского короля. Я сознательно погрузился, так сказать, в изучение генеалогического древа этого персонажа, но он к шведскому королю имеет очень опосредованное отношение. Это уже там седьмая вода на киселе, которая просто эксплуатирует имя. То есть человек, который ничего не представляет, кроме, еще раз повторю, того, что он пытается как-то прислониться, так сказать, к имени своих предков. И последний к вам вопрос, Андрей Веленович. Что Украина должна предпринимать в связи с проведением подобных форумов? Достаточно ли запрещения его участникам въезда на три года в Украину, как это теперь практикуется, или следует предпринять еще что-либо? Ну, знаете, Украина во многих направлениях, к большому моему сожалению, как государство не дорабатывает. То, что, безусловно, должна даваться правовая оценка таким событиям, это понятно. То, что должны быть обращения в органы власти тех стран, откуда эти люди приезжают, незаконно въезжая на нашу территорию, это тоже очевидно. Но мне кажется, что очень серьезный вакуум существует в усилиях нашей власти по работе с диаспорами украинскими по всему миру. Потому что украинцы живут во всех странах, и украинские диаспоры – это уважаемая и влиятельная часть общества во многих странах. И эти люди формируют там политику представления власти о том, что, или могут формировать о том, что происходит на нашей территории, что здесь делает Российская Федерация, каковы последствия. И вот в этом смысле системной работы украинской власти нет, и, соответственно, не используются активно возможности украинцев по всему миру. Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Андрей Сенченко, председатель общественной организации «Сила права», бывший вице-премьер-министр Крыма. Форум друзей Крыма, по мнению так называемого главы республики Сергея Аксенова, будет стремиться к утверждению мирового признания Крымом неотъемлемой частью России. Об этом он заявил в Ливадийском дворце. Он подчеркнул, работа форума имеет конкретное практическое содержание в плане развития международных экономических связей республики. Давайте его послушаем. Сегодня в этом зале присутствуют представители 30 стран. Есть хорошая русская пословица «Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей». У Крыма друзей во много раз больше. Так что крымчане счастливые люди. Уверен, что мы вместе добьемся с вами успеха. Спасибо вам за честную, открытую и принципиальную позицию, за поддержку Крыма. Возвращаемся в студию радио Крымреали. С нами на связи Игорь Гусь, народный депутат Украины. Игорь, здравствуйте. Доброго ранга. Вот Сергей Аксенов говорит, что «Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей». У Крыма гораздо больше друзей, чем 100. И поэтому у них все получится. Ну, под все надо понимать, конечно, признание российского статуса Крыма. Прошу вас прокомментировать это утверждение. Действительно ли можно говорить о том, что у тех, кто выступает за российский статус Крыма, действительно так много друзей? Ну, наразі, звичайно, нет. Но Российская Федерація систематично проводит кроки по международному признанию, как бы, анексии Крым. Для этого звезут это у Крым. Если вы посмотрите на тех людей, которые там были, это не официальные делегации, это есть выокремленные политики. В переважной большинстве, из которых, очевидно, платятся певные ресурсы. Если вы посмотрите на Европу, то это або крайне правые политические силы, антиевропейские, антиемиграционные, можно так сказать. Або крайне левые. То есть это тот спектр, который готовит співпрацювать за певные ресурсы за Российской Федерацией. И так по всему світу фактически российская дипломатия собирает людей, привозит их. Никто же не разбирается, что это за люди. А на самом деле сколько их, 100 или 50, это никто не проверит. Но общество показывает, и в том числе в Крыму, и в Украине, и в России, что, смотрите, это початок признания, потому что столько много представителей иноземных делегаций. Поэтому это системная работа Российской Федерации. Однако мы, как Украина, наше Министерство закордонных справ, наша дипломатия має ввести свою работу, и она ведет свою работу по сбільшению санкций, по сбільшению часа, по сбільшению этих санкций на Российскую Федерацию с приводом иннекции Крима и не только. И, ну, как бы, при таком стадии, чіткой працею с международной спиной в Европейском Союзе, безусловно нашими ключевыми союзниками, Сполученными Штатами. Ну, и в целом реакцию на каждую такую событию, в том числе, заборона на въезд в Украину этим политикам, значит, открытие криминальных проваджений, ноты протесту, ну, скажем, представники, яких были на этих заходах и так далее. Тобто это має бути системная работа. И последний к вам вопрос. Относительно недавно украинский президент Петр Порошенко заявил о том, что неплохо было бы, чтобы в Украине тоже была своя такая ассоциация друзей украинского Крыма, сторонников и тех, кто способствует возвращению, возвращению полуострова. Как вы думаете, удастся ли создать такую международную площадку, на которой будут обсуждаться вопросы принадлежности Крыма-Украине? Ну, какой-то специальный кримский украинский форум, пусть даже и пока на материковой Украине. Я думаю, что без шумов это возможно. Инше питание про статус этого форума, или цей платформы, насколько она будет статусной, это очень важно, потому что так же, там, звести политиков другого, третьего уровня, или экс-политиков, экс-урядовцев из света, это не проблема. У нас есть форум ЕС, вы знаете, много других таких подходов. Но я думаю, что это корисная речь, это корисный задум, требует его втюлювать, не оттягивать. Взагалі, если честно, было бы очень непогано, чтобы такие форумы происходили, умовно скажу, за километр от кордона, умовного кордона, пока между анексованным Крымом и материковой Украиной, которые, власне, витворила Российская Федерація. Это было бы символично, но для этого треба соответствующие условия и так далее, потому что проводить такие заходы у Киеве, добрые, але це було бы зовсім по-іншому. Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Игорь Гусь, народный депутат Украины. А депутат подконтрольного России Госсовета Крыма считает, что этот форум, который прошел сейчас в Ялте, способствует развитию так называемой народной дипломатии и прорвет политику блокады Крыма в международной повестке дня. Давайте его послушаем. Я считаю, что за народной дипломатии большое будущее. Я считаю, что мы прорвали ту информационную блокаду, которая была в 2014 году, в 2015 году. И в дальнейшем вот подобные форумы, которые будут проводиться с 6-го и 7-го в Ялте, они очень важны для Российской Федерации и для тех стран, которые сегодня являются инициаторами блокады Российской Федерации. Возвращаемся в студию радио Крым Реалий. С нами на связи Антон Кучухидзе, украинский политолог. Антон, здравствуйте. Доброе утро. Вот тут Юрий Гемпель из тех, кто сейчас считается крымским депутатом, заявил, что подобного рода форумы благодаря так называемой народной дипломатии помогут прорвать блокаду Крыма в международной повестке дня. По вашему мнению, действительно ли это удастся или это все не более чем слова? До тех пор, пока Крым фактически не вернулся в состав Украины, мир не признает то, что Российская Федерация забрала Крым. Соответственно, блокада будет сохраняться и ни на какой прорыв им надеяться не стоит. Это просто заявление больше технологическое для того, чтобы показать населению Крыма, якобы эта территория будет развиваться и так далее. На самом деле к этому еще добавляется и экономическая блокада, торговая блокада со стороны европейских стран. И единственная цель подобного рода мероприятий – это просто сгладить и сакцентировать внимание на не те проблемы, которые на самом деле существуют. Мир уже однозначно высказался и на уровне Генеральной Ассамблеи ООН, что Крым – это Украина. Поэтому до тех пор, пока он фактически не вернется в состав Украины, блокада будет сохраняться на всех уровнях. И на экономической, и на политической, и на гуманитарной, и абсолютно на всех. Но тут есть как бы и другие мнения. Например, средства массовой информации Германии становится сложнее говорить о теме аннексии Крыма. Так, такое мнение выразил немецкий политик Андреас Маурер на форуме «Друзей Крыма» в Ялте. По его мнению, подобного рода мероприятия очень эффективны для изменения отношения России к Крыму. По его словам, все больше немцев интересуется полуостров и простым жителям Германии. Само слово «аннексии» уже практически ничего не говорит и приобретает абстрактный характер. Цитирую. «Средством массовой информации становится все тяжелее, и политической элите приходится придумывать новое. Поэтому тему Крыма пытаются смешать с Восточной Украиной. Я наблюдаю, как серьезные газеты пишут, что вопрос Крыма надо решать по Минскому договору. Извините меня, но в Минском договоре слова «Крым» вообще нет. Там о Донбассе и Луганске. Это говорит о том, что политическая элита видит, что тема Крыма, аннексии, не может подаваться негативно. Поэтому надо что-то еще пришить. Если сравнивать газеты, то они уже освещают мои поездки. Конечно, когда я встречался с господином Путиным в Крыму, большие газеты посвятили этому полосы, и аннексия Крыма упоминается одним предложением. Если раньше в одном предложении три раза слово «аннексия» звучит, то теперь меньше и меньше. Конец. Цитаты. Вот в связи с этим заявлением у меня будет к вам два вопроса. Вопрос первый. Действительно ли можно говорить о том, что в западном мире, хотя бы там в западных СМИ, происходит определенная усталость от темы Крыма, определенное такое вот недопонимание, может быть, в какой-то степени непонимание того, как надо освещать крымскую тему. И второй вопрос. Действительно ли можно было бы решить вопрос с принадлежностью Крыма по какому-нибудь минскому варианту, или нужно придумывать новый формат? На Западе все достаточно понятно и четко, и официальные позиции формируют правительства западных стран, а не отдельные политики, которые пытаются за счет такой тематики создавать какой-то пиар себе и своей политической деятельностью. То есть Крым незаконно аннексирован. И эта генеральная линия, она сохраняется и в освещении в международных СМИ в том числе. Во-вторых, почему не удастся сделать то, что говорит данный господин, потому что даже если компании, вот возьмем такой пример, даже если частные компании западные хотят как-то работать с Крымом, или через третьи стороны что-либо продавать, да, то они будут подпадать у себя в своих странах под своей юрисдикцией, под экономические санкции, под финансовую ответственность, и будут нести имиджевые потери. Понятное дело, что для любого бизнесмена, не только западного, это негативный сценарий. Простите, простите, Антон, одну секундочку, у нас появился слушатель из Крыма в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Алло, слушай. Да, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Алло, здравствуйте. 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 Это Владимир из Крыма. Что же, Владимир, мы вас слушаем. Во-первых, я хочу возразить... Алло. Говорите, Владимир. Хочу возразить вам по поводу самого крымского в мире радио. Вы из Киева, вы не из Симферополя, не из Севастополя, поэтому вы не самое крымское радио. Во-вторых, я поздравляю себя, вас, всех крымчан и все мировое сообщество, со столетиям Октябрьской революции. Владимир, у вас есть вопросы относительно той темы, которую мы сейчас обсуждаем. Если хотите, можете позвонить насчет революции в следующую получасовку. Алло, алло. Значит, насчет друзей Крыма. У нас их много, все больше и больше с каждым днем. Блокаду мы прорвем. Значит, санкции, нам не холодно, не жарко от них. Куба 50 лет была по санкциями, живет и здравствует. Большое вам спасибо, Владимир. Антон, закончите, если можно, вашу мысль относительно статуса Крыма в западных СМИ, а потом ответьте нашему слушателю. Ну, в западных СМИ, я повторюсь, Крым – это Украина. И что касается Куба процветает, то это большой вопрос. Учитывая бедность населения, учитывая экономические проблемы и определенную изоляцию от мира, да, я бы не сказал, что Куба процветает, уровень жизни колоссально низкий. И относительно вашего еще одного вопроса по формату, позиция Запада на данный момент она очень простая. То есть сначала нужно стабилизировать ситуацию на Донбассе, потому что с точки зрения дипломатии привязывать в одном пакете, чтобы шли вопросы Донбасса и Крыма, да, это не усилит позиции Запада в давлении по восстановлению территориальной целостности Украины. Поэтому сначала будет решаться более активный конфликт, там, где постоянно идет стрельба и проливается кровь, к большому сожалению, это восток Украины. И по мере продвижения успешного как раз-таки по этому направлению будет создаваться и форматы относительно Крыма и возможности для переговоров. Потому что есть проблема того, что если увязать эти два вопроса в одном пакете, то Российская Федерация начнет блокировать в том числе и продвижение по Минским соглашениям. Поэтому с точки зрения дипломатической технологии, как раз-таки эти два вопроса, они идут, ну, параллельно, скажем так, но над Минском работают более активно. И последний вопрос, буквально на 30 секунд. По мнению депутата Национального собрания Франции Тьери Мариани, санкции против российской экономики не достигают цели, европейские экономики страдают, Россия развивается. Ну, в общем, практически то же самое, что сказал наш слушатель. Можно ли прогнозировать отмену или ослабление антироссийских санкций в ближайшей перспективе? На данный момент нет. Опять же таки, все привязано к Минскому соглашению. Если будет прогресс по Минскому соглашению, то тогда возможно, что такой сценарий будет рассматриваться. Но тут есть второй уровень. Санкции введены против больших энергетических проектов, которые Российская Федерация собиралась строить как раз-таки в Европу. А это уже немного другой уровень геополитического конфликта. То есть, по вашему мнению, отмены санкций в ближайшее время, вопреки заявлениям иностранцев, некоторых иностранцев и россиян, ждать не следует? Нет, потому что кроме Украины там идет большая борьба между американскими компаниями против российских за влияние на европейский энергетический рынок. Что ж, все понятно. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Антон Кучухидзе, украинский политолог. Мы обсуждали в эфире радио Крымреалии так называемый форум друзей Крыма, который состоялся в подконтрольной, временно оккупированной российскими силовиками Ялте. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы продолжим буквально сразу после выпуска новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова